Техническое описание кода неисправности OBD2, потеряна связь с модулем управления звуковым оповещением, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей, этот код означает, что модуль управления звуковым оповещением AESM и другие модули управления на автомобиле не обмениваются данными друг с другом. Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контроллера или, проще говоря, по шине SIN, без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не иметь возможности получать информацию от автомобиля, в зависимости от того, какая цепь подвержена влиянию, AESM обычно располагается за приборной панелью, обычно в центре автомобиля, он получает входные сигналы от различных датчиков, некоторые из которых подключены непосредственно к нему, большинство отправляется через систему связи по шине, эти входы позволяют модулю предоставлять звуковое оповещение водителю в зависимости от близости автомобиля, выезда на полосу движения или даже помощи при парковке, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи, серьезность кода и симптомы, серьезность в этом случае является умеренной из-за проблем безопасности, которые возникают из-за возможности AESM давать неверную информацию о препятствиях транспортного средства, симптомами кода U0160 могут быть, модуль управления звуковым оповещением не предупреждает при необходимости, всегда предупреждает, причины, как правило, причины для установки этого кода, обрыв в шине SIN плюс цепь, разомкнут в шине SIN цепь, короткое замыкание на источник питания в любой цепи шины SIN, короткое замыкание на массу в цепи шины SIN, нет питания или заземления для AESM, редко, неисправный модуль управления, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей, если какой-либо из них связан с коммуникацией шины или аккумулятором, зажиганием, Сначала диагностируйте их, известно, что ошибочный диагноз возникает, если вы диагностируете код U0160 до того, как какой-либо из базовых кодов будет тщательно диагностирован и отклонен Если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей, а из других модулей вы получаете только U0160, попробуйте получить доступ к модулю управления звуковым оповещением Если вы можете получить доступ к кодам из EESM, то код U0160 либо прерывистый, либо код памяти, если не удается получить доступ к EESM, тогда активен код U0160, который устанавливают другие модули, и проблема существует Самым распространенным отказом является потеря питания или заземления EESM, проверьте все предохранители, которые включают модули EESM на этом автомобиле Проверьте все основания для EESM, найдите точки заземления на автомобиле и убедитесь, что эти соединения чистые и герметичные, если вам нужно, снимите их, возьмите маленькую щетиную щетку и раствор пищевой соды, воды и почистите каждый, как разъем, так и место, где он соединяется Если был произведен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, возвращается ли код U0160 или вы можете связаться с модулем EESM, если код не возвращается или связь восстанавливается, то, скорее всего, ваша проблема связана с предохранителями, соединениями Если код возвращается, найдите коммуникационные соединения по шине SIN на вашем транспортном средстве, наиболее важно разъемы EESM, которые обычно находятся за приборной панелью, в центре транспортного средства Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора перед отсоединением разъема на модуле EESM, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик Разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию Используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите диэлектрическую силиконовую смазку в местах контакта клемм Перед подключением разъемов обратно к EESM выполните эти несколько проверок напряжения, вам нужно будет иметь доступ к цифровому вольтметру, DVO-M, убедитесь, что у вас есть питание и заземление в EESM Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные полномочия и основания входят в EESM Прежде чем продолжить, подключите аккумулятор, когда EESM все еще отключен, подсоедините красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение аккумулятора, подключенному к разъему EESM, и к черному проводу вашего вольтметра с хорошим заземлением Если не уверен, отрицательный заряд батареи всегда работает, вы должны увидеть показания напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть хорошие основания Подсоедините красный провод вашего вольтметра к положительному полюсу аккумулятора B+, а черный провод к каждой цепи заземления еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните проблему с цепью питания или заземления, затем проверьте две цепи связи Найдите SANB+, или CPMS SAN+, и SANB, или CPMS SAN+, подключив черный провод вашего вольтметра к надежному заземлению, подключите красный провод к SANB+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 0,5 вольт и слегка колебаться Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SANB, вы должны увидеть примерно 4,4 вольт и слегка колебаться, если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли очистить код ошибки U0160 Единственное, что можно сделать, обратиться за помощью к квалифицированному специалисту по автомобильной диагностике, поскольку это указывает на отказ AESM, большинство из этих AESM должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки автомобиля